Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Обнинск ТВ. Эта программа будет вкусно есть. Меня зовут Георгий и сегодня по традиции у нас в гостях необычные люди города Обнинска. Люди, которые каким-то образом связаны с освещением информации, связаны с тем, что происходит у нас в городе. Люди в основном остаются за кадром, за кадром именно монитора компьютера, либо вашего мобильного телефона, либо планшета. Некоторых вы знаете в лицо, с некоторыми вы знакомы, но давайте сейчас мы здесь на телевидении. Не в первый раз для наших гостей это будет познакомиться здесь. Олег Воронцов. Привет. Известный под именно таким брендом, можно даже уже сказать. И Евгений. Фамилию можно? Евгений Жапчик. Евгений Жапчик. Друзья, это руководители, можно сказать. Это кураторы, это администраторы, это главные деятели из всем известного у нас проекта в городе Обнинске. Интернет проекта «Типичный Обнинск». Всем знакомо это. У вас очень много порталов в интернете, и в ВКонтакте, и помимо ВКонтакта в социальных сетях различных. Итак, Олег у нас является главным идейным вдохновителем данного проекта, творческим деятелем. А Евгений у нас занимается реализацией всех безумных идей Олега. Можно даже так сказать, да? И продвижением различных тематик. Но, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в первый раз, можно так сказать, официально вдвоем вы уже свидетесь на экранах телевизора. У нас кулинарная передача, но, конечно, основная тема – это будет ваши проекты, ваша деятельность. Что мы будем готовить? Так, сегодня мы будем готовить теплый салат по-тайски. И все. То есть такой простенький салатик подойдет для людей, которые хотят разгрузить свой желудок. Итак, для того, чтобы приготовить теплый салат по-тайски, ну, давай теплый салат по-типичному, мы его будем называть вот так, я уже буду все связывать с типичным. Нам потребуется куриная грудка, правильно? Да. Овощи – это болгарский перец, помидоры, также зелень. Нам потребуется пекинская капуста. Мы, кстати, пекинскую капусту заменили салатом. Ну, сейчас весна, можно варьировать разными абсолютно травами, поэтому решили проэкспериментировать. И потребуется нам морковь, ну, и для украшения лимон, яблоко, ну, и так далее. Вот, обо всем подробнее вы увидите в нашей передаче, так что давайте приступим уже непосредственно общаться с вами и готовить. Итак, Жень, я предоставляю тебе возможность сейчас нарезать курицу. Хорошо, справишься с этим? Конечно. Рецепт, кстати, ребята принесли сами, говорят, что получается очень вкусно. Вот мы посмотрим. У нас Олег будет дожидаться, когда Женя порежет курицу, потом Олег будет у нас ее обжаривать. Вот в нашем таком, можно сказать, немаленьком сотейнике, а я займусь нарезкой овощей. Правильно? И помимо этого мы будем сейчас с вами общаться. Олег, типичный оптинск. Вот, как ты пришел, как получилось, как так случилось, что поначалу самая такая, ну, обычная группа ВКонтакте превратилась в медийный огромный проект? На самом деле я даже и не ожидал такой популярности. Я еще был тогда студентом 2-3 курса и не понимал, чем вообще заниматься в жизни, как и многие студенты сейчас. Вот, и тогда пришла идея в голову сделать что-то для города, что-то такое простое и интересное. Вот, не публиковать новости, которые такие объемные, большие и, как правило, очень скучные, а делать маленькие такие зарисовки о городе. Вот, и я сел на свой велосипед, я люблю кататься на велосипеде, и поехал по городу снимать интересные места. Сделал пару репортажей, как оказаться на метеовышке, фотографировал там разбитые дороги и запостил это все в социальную сеть. Это набрало определенный резонанс и со временем появились подписчики, которые регулярно следят за новостями. Все это пошло, пошло, пошло. Олег, отлично. Вот с таких маленьких постов у тебя получилось развить проект до невероятных, мне так сказать, масштабов. Потому что население города Обнинска, это не более 110 тысяч человек. А в подписчиках у тебя сейчас на данный момент сколько? 35 тысяч человек. 35 тысяч? Это... Одна треть. Одна треть. 10 процентов от... Нет, 30 процентов от всего населения. Это очень много, кстати. Да. Но у нас не стоит забывать, что у нас огромное количество людей еще подписано с Малорославцев, с Боровск, с Белоусова. И, например, очень много прибывает студентов ЕАТ. То есть это люди, которые не живут в городе, но вынуждены на 5 лет оказаться в городе. И они тоже подписываются на местные ресурсы. То есть у нас аудитория не только Обнинская, она, можно сказать, областная получилась. То есть вы захватили вот такие области, как Малорославец, Борск, Балабаново. А что еще у нас тут поближе? Какие вот, больше всего, с каких регионов заходят? Больше заходят с Малорославцев, с Балабаново и вот с Боровского района. С Боровского района. Молодец. Так, помимо типичного Обнинска, я знаю, что ты занимаешься и другими какими-то проектами. И вот на данном этапе у меня есть информация, о которой владеет совершенно малое количество людей. Вы готовите совершенно новый проект. Это будет что-то для меня сверхзвуковое. Это что-то фантастическое. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте. Что это? На что вы замахнулись? Ну, это так, наверное, грубо говоря, это будет социальная сеть. Но это именно грубо говоря. На самом деле это будет сайт для обычных собственников жилья. То есть человек, имея свое собственное жилье или, например, арендуя где-то жилье, может зарегистрироваться на определенном сайте. И на этом сайте, например, оплачивать коммунальные услуги, писать жалобы в свою управляющую компанию, делать опросы, не знаю, там, создать смуту в конце концов. То есть там масса вариантов использования этого ресурса именно для собственников жилья. Очень классная штука и она будет очень удобной для наших граждан. Ну, насчет смуты, конечно, ты бы пошутил. Ну, я нет, я имею в виду не смуту создать, конечно же, а, например, создать опрос. Например, нам нужна новая лавка подъезда. Поддерживаете вы это или не поддерживаете? И жильцы этого дома будут голосовать. Да, нет. Если, например, собирается общее какое-то количество людей, они организуются или покупают лавку, либо заказывают этого в управляющей компании. То есть, ну да. Кстати, взаимодействие вот с теми же самыми управляющими компаниями и с другими органами, так сказать, нашего муниципалитета, также будут они присутствовать в этом проекте. Конечно. Администрация, все будет присутствовать очень серьезно. Хорошо. Так, ну, давайте, ребята, сейчас мы переключимся на приготовление блюда. Сейчас Женя уже нарезал нам. Курица готова. Курица готова. Сейчас, Олег, твоя очередь. Ты будешь у нас, отправишь в наш, так сказать, немаленький сотейник, заправишь и начнешь обжаривать. А в это время я поговорю с Евгением. Согласен? Да, давай. Передай с эстафетой. Отлично. Итак, пока Олег у нас занимается курицей, он сейчас приготовлю, приготовливает все для того, чтобы ее обжарить. Евгений, расскажи, пожалуйста, теперь уже мне и телезрителям, чем ты занимаешься в типичном Обнинске? Ну, в типичном Обнинске я главный администратор. Я частично работаю с возражениями наших читателей. Я работаю с редакторами, которые публикуют информацию со многими вопросами, неожиданными иногда, которые возникают во время публикации новостей. Неважно, это новость нам представляет со стороннего ресурса, либо это новость нам предложил какой-то из подписчиков. О новостях от подписчиков вообще ходят легенды в типичном Обнинске. Кстати, вот я тебя перебью, прости. Хотел у тебя спросить, задай тебе такой вопрос. Многие считают и многие уверены, что большинство людей, контакт в вашей группе, ну, не большинство, а какая-то часть, это совершенно нереальные люди. Если я не задам этот вопрос у нас в программе, то можно сказать, что программа не состоится. И вот расскажи, пожалуйста, действительно ли те люди, которые общаются в комментариях, они настоящие или ненастоящие? Конечно, они настоящие. А как по-другому? Это люди, которые могут быть вашим соседом по дому, по квартире, соседам по двору. Это те же самые обычные жители Обнинска, такие, как и мы с вами. Поэтому, да, это настоящие люди. У нас есть статистика паблика, в которую можно зайти и посмотреть, что у нас только все настоящие подписчики, живые люди, такие, как и мы с вами. Да, кстати, определенное время, вот я тоже задался таким вопросом. Ну, возможно, в комментариях там чувствуется какая-то некая линия, где комментарии иногда повторяются. И вот на этих повторяющихся комментариях я сделал сам для себя вывод, что если бы занимался человек, допустим, один или два или три человека, ну, то есть нереальными комментариями, то комментарии, они не имели бы смысла повторяться. То есть кто-то прочел начало поста, кто-то подключился уже в середине либо в конце и совершенно не знает, о чем, кто какие-то комментарии. Комментируют либо по какой-то определенной теме. Вот. И я для себя сделал вывод, то, что большая часть из всех присутствующих в вашей группе это вполне нормальные, адекватные люди. Кстати, расскажи, пожалуйста, Жень, о проекте таком, как Мисс Месяца. Ты принимаешь в нем участие? Или мне обратиться к этому? Ну, конечно, да. Я принимаю в нем непосредственное участие, только не как конкурсант, а как организатор. А почему ты не пробовал? Может быть, у тебя все получится. Ну, это Мисс Месяц. Я по гендерным своим отличиям не могу участвовать в этом конкурсе. Вот. Мисс Месяц – это конкурс, который мы проводим почти каждый месяц, правильно, Олег? Конкурс, в котором участвуют около 10 девушек в среднем. Они участвуют в тематических фотосессиях и выполняют какие-то условия. Если это Мисс Месяц приурочен был к 23 февраля, то там выполняли какие-то спортивные нормативы, сдавали. Далее это все выкладывается в наш паблик, где уже наши подписчики голосуют за какую-то из конкурсантов, которая получит главный пресс от наших партнеров и попадет к нам на обложку. Я все время голосую за своих знакомых. Ну, несомненно, так делают все, кто видит знакомые лица в списке участниц. Да, но этим самым, кстати, и привлекает внимание вот именно данный проект. Олег, давай теперь переключимся на тебя. Я знаю, помимо типичного Олгинска, ты занимаешься еще и общественными какими-то мероприятиями. Ты участвовал в выборах. Да, участвовал. В нашу городскую, в наше городское собрание, правильно? Так, что произошло? На каком этапе продолжилось, либо ты сам скажи, либо закончилась твоя деятельность в этом направлении? Я понял, что это, скорее всего, не мое. Так. То есть я окунулся в эту вот кашу изнутри, и прочувствовал. Политика – грязное дело. Не то, что грязное дело, я понял, что для меня слишком сложно заниматься красением лавочек, не знаю, ремонтом каких-то детских площадок. То есть это явно не мое. И поняв это, я принял решение, что нужно отказываться от выборов, чем обманывать таким образом жильцов, которые готовы были проголосовать за меня. Вот здесь прозвучали такие фразы, о которых все знают, но мало кто об этом говорит. Я подниму это. В основном, мне кажется, мое мнение, то что перед выборами все сразу становятся хорошими. Вот. Но самое главное, мое пожелание, чтобы все люди оставались на протяжении всей своей жизни такими, какими они хотят быть. Да, у кого-то не хватает времени, возможности, но продолжи. Ты будешь принимать дальше участие? Вот, допустим, сейчас у тебя нет времени, а дальше? Ну, дальше сложно загадывать. Выборы следующие только через 5 лет. Если я пойму, что я готов и могу оказывать поддержку людям и, главное, пользу им приносить, то тогда, конечно, я пойду на следующий выбор. Если я такой поддержки к себе не найду, то, конечно, скажу, что я откажусь. Друзья, мы уже обжарили овощи вместе с куриной грудкой и продолжаем беседовать с Олегом и с Евгением. Это кураторы проекта «Типичный Обнинск» группа ВКонтакте. Паблик, большой очень паблик ВКонтакте. Но помимо этого паблика, друзья мои, вы занимаетесь еще и другими делами. У вас есть другие проекты. Давайте-ка мы все перечислим эти проекты. Так, второй наш проект, это такой очень тоже мощный ресурс, это бесплатный Обнинск. Бесплатный Обнинск. Кто не знает бесплатный Обнинск, поднимите руки, рук не видно, поэтому знают об этом абсолютно все. Суть паблика для тех, кто действительно не знает. Суть проста. Мы, например, выставляем, разыгрываем там от спонсора, например, вот этого сковорода, от спонсора кухонных принадлежностей. И задача вступить в группу, спонсор, и сделать репост себе на страницу. И потом генератором случайных цифр мы выявляем победителя. В день таких розыгрышей можем проводить до пяти штук. То есть у нас постоянный поток призов, и вот за время существования бесплатного Обнинска, это около года, мы выбили, может быть, в районе там, 700-800 призов. Отлично. Отлично. Это второй. Третий проект. Третий проект – это «Подслушанное». Подслушанное? Подслушанное в Обнинске. В Обнинске. Суть проекта – это когда люди делятся какими-то своими секретиками. Кого-то где-то увидели, там что-то написали, там, в маршрутке я ехал, например, увидел парня, он мне понравился, раз она сделала пост об этом. Либо увидела какой-то скандал, на улице или где-нибудь там маршрутке той же самой. То есть проект такой, который люди делятся про секретику. Как правило, анонимные новости. И третий ресурс – это «Все за тысячи». Вернее, четвертый уже ресурс. «Все за тысячи». «Все за тысячи». «Все за тысячи». «Все за тысячи». Это что? Это что это? Короче, недавно мы с вами придумали идея наша оригинальная. И сейчас она еще работает у нас еще и в Питере. Вот. Задача проста. У каждого человека есть полно всякого хлама дома, ненужного хлама, и от которого он может избавиться. Но одновременно этот хлам может быть и нужен и другим людям. Он, например, выставляет, например, вот этот вот нож, да, мне он не нужен. За сто рублей фотографирует и выставляет в группу. То есть он может выбрать цену от нуля до тысячи рублей, но не больше. И продать его таким образом. Ну, тысячи рублей, я тебе скажу то, что это не маленькие денежки. Но смотря что. Например, за тысячу рублей на сотовые телефоны расходятся. Например, какие-то телевизоры, которые уже не нужны кому-то. Автомобили. Нет, автомобили еще не было. Загородные дома и дачи. В Питере у нас был пост, отдавали за тысячу рублей копейку. То есть настоящую машину давали за тысячу рублей. Тут жигули. Жигули. Жигули за тысячу рублей продали. Так что у нас действительно интересные вещи можно получить почти даром. Бывает просто, просто отдаем, например, старые вещи для детей бесплатно. То есть это вот ресурс, который помогает людям экономить. Момент кризиса, он очень актуален. То есть надоела вам старая копейка вашего соседа, постоянно занимающая парковочное место. Размещайте объявление, продам копейку за тысячу рублей и придут люди и заберут. Правильно? Заберут. Кому-то она понадобится, если хозяин не нужен. Ладно, это я пошутил. Так, ну смотри, у нас Женя просто фантастический выдумщик. Я все хочу ему чуть-чуть помочь, но он вроде в один момент прекрасный сам догадался. надо вот эти штуки, я прямо не стесняюсь, вот так прямо, прямо я обрежу, потому что у нас сейчас в центр вот этого данного, вот этой данной красоты у нас, да, он отправится салатик, вот, да, весится салат, салат у нас горячий получается. Вот Женя, красавчик, молодец. Так, Евгений, предлагаю наш салат. Кстати, последний штрих нужно будет, а, кунжут, ну, как-то стесняется у нас Олег, он стеснительный парень. Я вот не постесняюсь, высыплю абсолютно все. Вот, помешаем мы это дело. Давай, вот так. И будем уже подавать. Кстати, пока я мешаю, вы можете рассказать, друзья мои, помимо вашего увлечения, как социальные сети, чем вы еще увлекаетесь в жизни, то есть ваше хобби. Так, Евгений, давайте сюда, поближе, наше творение. Помимо этого, чем вы занимаетесь еще в жизни? Ваше хобби, увлечение. Олег, твое. На самом деле, у меня какое-то банальное хобби получилось. Я люблю путешествовать, читать, собирать старинные монеты, монетки. Хожу иногда с металлоискателем, собирая, что попадается у нас в земле, старой русской. То есть, у тебя, помимо того времени, которое ты проводишь, в интернете... Ну, это в самом летом. А, летом. Да, летом, либо осенью, выезжаем вместе с папой и ищем, что у нас там может под землей быть. Иногда собирать всякие такие медные монетки, старинные. А серебро попадается. Ну, это такая... Ничего ценного за все это время мы еще не отходили. Ну, это очень интересно. Это определенный такой азарт есть, когда ты идешь по полю, тут такой сигнал такой острый, такой пик-пик, и ты понимаешь, что там что-то есть. И ты, ну, чувствуешь эфири, как будто ты выиграл в лотерейном... Эээ... Нашел клад. Ну, да, что-то в этом больше. Да, отлично. А, Жень, а у тебя какие увлечения? Ну, у меня всю жизнь два основных увлечения. Это я занимаюсь съемкой видео, я раньше снимал всякие мероприятия, работал одно время на телевидении, вот, снимал детско-юническую передачу, вот, потом как-то это перешло больше, более узко, то есть это какие-то мои личные клипы, видео, какие-то блоги и прочее, прочее, прочее. Ну, видео я снимаю всю жизнь, и мне это очень нравится. А второе мое увлечение, тоже, которым я всю жизнь занимаюсь, это музыка. Я очень люблю музыку, я диджей, вот, для многих это будет открытие. Вот, это мое хобби, я учусь играть на фортепиано, если я это упустил, вот, и сейчас решил наверстать. Вот, но увлечений масса, а в основном они связаны именно с музыкой и видео. Ты даже носишь с собой камеру постоянно, покажи камеру. Да, друзья мои, помимо наших камер студийных, Евгений свое хобби и применил и к нашей передаче он снимает. Да, всегда я с собой нашу камеру, снимаю какие-то интересные моменты своей жизни, вот, как сейчас, вот, кому-то это интересно смотреть, кому-то нет, но в основном я это делаю для себя. Ты собираешь по 2000 просмотров? Да. Так, друзья, давайте мы все лишнее уберем и перейдем уже к нашему приготовленному блюду. Друзья, мы приготовили салат по-тайски, правильно, правильно название? Теплый салат по-тайски. Весь процесс приготовления в нашей передаче, так что, если вы захотите приготовить такой же салат, просмотрите передачу еще раз, еще раз и еще раз, мы будем рады. Вот, давайте-ка, ребята, еще раз объясним, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, и, допустим, вы можете пригласить всех абсолютно телезрителей в свои проекты. У вас есть такая возможность, можете передать привет своим друзьям, близким и заказать песню. Я шучу. Ну так, Олег, Олег, Евгений, это руководители и кураторы, можно сказать, это творческие люди, это люди информации, которые занимаются проектами такими, как типичный Обнинск, бесплатный Обнинск, подслушанно в Обнинске, и, кстати, в скором времени запустится еще одна уникальная в своем роде социальная сеть, общественная социальная сеть. Приглашайте, говорите, все, вот сейчас в вашем распоряжении абсолютно неограниченное количество времени. Прекрасно, я рад пригласить всех наших телезрителей наши ресурсы «Типичный Обнинск». Предлагайте истории, общайтесь, создавайте какие-то дискуссионные темы и просто будьте счастливы. Коротко и ясно. Евгений, твое слово. Я также хочу добавить, что мы всегда рады помочь, мы всегда рады обсудить какие-то интересные темы. Если у вас есть что сказать, есть что высказать, есть что донести до людей, предлагайте свои новости, давайте вместе делать мир лучше. Да, я, кстати, прямо с моего языка сорвал эти слова. Хотел бы обратиться ко всем жителям города Обнинска, которые выходят в интернет, которые общаются в интернете. сейчас наступает время, когда заканчиваются уже холодные дни, начинаются самые светлые, яркие моменты. Это весна, лето, осень. Вот, ну и опять мы потом, конечно, опустимся в спячку. Сейчас я пожелаю всем почаще выходить на улицу, есть вот такие замечательные легкие салаты, фотографировать, общаться. Кстати, сейчас можно все это поделиться с друзьями в интернете, в вашем паблике. Делитесь новостями, где-то что-то может произойти, где-то у вас счастливый момент в жизни. Делитесь этим со всем, мы всегда будем рады. Оставляйте свои комментарии под нашим видео, оставляйте комментарии для будущих наших передач. Мы всегда открыты, потому что мы работаем для кого? Для вас. Для вас. Итак, друзья, это была программа «Будем вкусно есть». Сегодня у нас в гостях были руководители, идейные вдохновители, кураторы, администраторы, ну, по-разному вас можно называть. Одного из уникальных проектов у нас в городе Обнинске. Интернет-проект «Типичный Умнец». Спасибо вам, ребята. Приходите еще, я с удовольствием вас приглашу, ну, где-то через полгода, и вы уже расскажете о том проекте, который вы запустите, о новом социальном проекте «Типичный Обнинск». Всем большое спасибо за внимание, будем вкусно есть. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова